Прогнозы на подходы горбуши на юго-востоке Сахалина остаются не самыми радужными. Представители Сахнирос заявляют, что сотнями тысяч тонн лосось добывать не получится. Рыбаки, в свою очередь, просят открыть участки уже сейчас, чтобы начать что-то ловить. Промышленников понять можно. Им нужно платить кредиты и зарплаты работникам. Пока разрешения нет, нет ничего. Что делать с людьми, которые сегодня месяц остались до зарплаты, чтобы отправить детей, чтобы в свою очередь, а чтобы уходить, в ресницы приходится. Однако наука остается непреклонной. По правилам открывать участки можно только в случае заполнения рыбой нерестилищ минимум на 50%. Пока такая тенденция есть в Долинском районе и частично в Корсаковском. То количество, которое подойдет, ну, если будет избыток его на нерестилищах, ну, естественно, будет промысел. Тут очень просто. Есть рыба, есть рыбалка. Нет рыбы, нет рыбалки. Есть комиссия. Я думаю, что все заинтересованы, чтобы наиболее эффективно обловить ту горбушку, которая подойдет. Что касается Министерства по рыболовству Сахалинской области, то его руководство полностью солидарно с учеными. Большой вылов – дело хорошее. И в первую очередь для бюджета региона. Но в таком случае есть риск в будущем остаться без рыбы совсем. Заполнение рек позволит в будущем увеличить объемы вылова. Поэтому мы сегодня работаем на перспективу, чтобы в следующем году и в последующие годы были больше возврата. И чтобы Сахалинская область занимала лидирующие позиции по вылову тихоокеанских лососей. Сейчас рыбодобывающие компании выловили 11 тысяч тонн лосося. И это больше, чем поймали в прошлом году. Всего же наука дает прогноз на добычу 75 тысяч тонн рыбы. Эта цифра включает в себя еще Киту, Нерку и Кижуч. Причем по Ките прогнозы даже более оптимистичные, чем по Горбуше. Евгений Коньков, Данил Коротков, телекомпания ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова